Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению StarStable Online. Посмотрим, что же нас ждет на последней неделе зимнего ивента, какие вещи завезли, что, к сожалению, покинет зимние магазины, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество StarStable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка StarRider, Life'а и донатной валюты StarCoins. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Сейчас немножечко новостная информация. В сообществах начались активные записи и разные предложения о том, какие действия стоит предпринять РУСССО сообществу, чтобы разработчики хоть как-то подняли свои ленивые попки и начали заниматься делом. Так как количество багов на данный момент почти превышает количество новодобавленных заданий, лошадей или даже предметов. И если, к примеру, вы попали на баг, что при заходе в игру вас выкидывает и вы даже не видите своего персонажа, хочу дать вам немножечко капельку, самую маленькую каплю успокоения. Ваш персонаж не заблочен, если вас действительно просто выкидывает из игры без всяких надписей. С помощью некоторых официальных возможностей, скажем так, было доказано, что ваши персонажи живы. Просто по каким-то причинам вас постоянно выкидывают. Это тот же самый баг, который был несколько лет назад. Только раньше экран загрузки немножко отличался от нынешнего. И раньше, когда вы заходили, вы видели, что вы зашли в игру, вы видели своего персонажа, вы могли им двигаться, но буквально 3 секунды и вас выкидывало. Старички наверняка помнят этот ужасный баг. Как же он лечится? Никак. Ждите обновления, какого-то глобального обновления. Мы очень ждали, что оно починится в эту среду, но именно в эту среду разработчики решили схалтурить и они загрузили все необходимые материалы для нового обновления заранее. И сделали просто их видимыми, объемными, текстурными и открыли доступ к их использованию. Поэтому и не было никаких загрузок файлов в лаунчере. Это, к сожалению, было для нас большим обломом, поэтому мы делаем ставки на следующую неделю, потому что у меня есть очень близкие люди, которые не могут заходить в игру уже несколько дней. А следовательно, до следующего обновления аж еще целую неделю они не смогут заходить и играть. Их постоянно выкидывают. Мы надеемся, что как раз в среду во время обновления пройдет глобальное отключение серверов, обновление файлов и после этого те, у кого есть такой баг на вход, снова смогут играть. Так что, ребят, к сожалению, да, это никак не чинится. Разработчики сейчас вряд ли нам смогут чем-то помочь и ответить, потому что почти весь офис ушел на зимние каникулы. Просто сидим, надеемся и верим, что в следующую среду у нас все починится, все заработает. Я прекрасно понимаю, что очень жалко терять драгоценное время, которое у вас оплачено, или даже возможность, к примеру, купить на последние недели зимних лошадей. Но, к сожалению, реальность такова. Ну а теперь давайте заканчивать на грустном и пойдем смотреть, что же добавили в зимнюю деревушку. В этом году зимний ивент, надо сказать, вызвал огромную бурю возмущений со стороны всех сообществ данной игры, в том числе иностранных. Так как были нарушены старые традиции игры, а также были добавлены такие вещи, которые, по сути, были не особо так всем нужны. К примеру, была нарушена традиция подарочного кода на СК. Да, конечно, сейчас только 28 декабря, и возможно, нам его все-таки дадут. Но что-то говорят по спойлерам, что кода все-таки не будет, как и не было его на день рождения. И это нарушение самой основной традиции от разработчиков, которая позволяла игрокам, не имеющим страйда, хотя бы понемножку в течение, допустим, тех же полутора лет что-то себе донакопить. Или в течение двух лет накопить себе на лошадь. Ну а сейчас они не могут этого сделать вообще никак, и это очень-очень грустно и очень-очень странно. Разработчики отмахиваются тем, что они очень стараются добавлять нам классные вещи, классных питомцев. Но по факту не всем нужен питомец Йетти. Комплект, который дают за снежинки, не стоит 18 тысяч снежинок. В общем, да, отношение новой команды к игрокам, такое чувство, что с годами становится все хуже и хуже. Но давайте же все-таки перейдем к обновлению. Скидки последней встречи. Не хочу добавлять горстку соли, но, к сожалению, есть вещи, которые покинут Юрвик в эту зиму. Последний раз это вещи из данного магазина. Здесь у нас находятся разные отдельные комплекты, точнее вещи. И комплекты, рождественский комплект, зеленый рождественский комплект, красный рождественский комплект. И получается, да, отдельные просто вещи. Продаются они по очень маленьким ценам. Это последняя возможность их купить. И я соболезную тем, кто сейчас не может зайти в игру до конца этой недели. То есть, получается, данные вещи вы упускайте. Я прям очень злюсь, я очень расстраиваюсь. И в этом году ССО подпортило мне все новогоднее строение. На самом деле, я даже не хотела снимать это видео по обновлению. Но все-таки я решила, что нужно вам рассказать. Нужно с вами поделиться и поддержать вас в трудную минуту. Так, давайте посмотрим, что у нас идет дальше. Нам добавили задание на искрящийся конкур. И говорят, что, возможно, там будут бегать эльфы во время маршрута. Давайте мы его посмотрим. Насколько я помню, это задание было и в прошлом году. За него дают 50 шиллингов, 2 зимних жетона и 300 опыта вашей лошади. Давайте просто посмотрим это базовое задание. Ничего страшного, что я потеряю столько опыта на 15 уровневой лошади. Да, действительно, эльфики вон бегают. Воу. Хорошая трасса, кстати. Главное не врезаться. Очень тяжело проходить это на большой лошади. Это была моя ошибка, видимо. Ну, кстати, интересный маршрут. И препятствия мне нравятся, что они высокие и стоят редко. Что? Конкур продолжается еще и вне загона. Да, интересно, конечно. Вот такая вот гоночка, которая проходится меньше, чем за минуту. Возможно, даже и за 30 секунд. Наконец-то моя мечта стала явью. Надеюсь, маршрут показался тебе искрометным. В смысле, доставил немало удовольствия. Да, таким образом, вы можете еще больше получать опыты за ежедневный вход. Но это не все новости на это обновление. Так как последняя неделя Нового года нам добавили рождественскую вечеринку. Точнее, новогоднюю. Она, как всегда, находится на окраине деревни. Вот здесь вот. Только она никак не помечается. С нами вновь диджей Кай на данной вечеринке. Место для танцпола. А также кафе и магазинчик вещей. В которые были добавлены новые вещички. Целый сет. Причем сет состоит из одного комплекта амуниции. И, можно сказать, полтора комплекта одежды. Он состоит из куртки, штанов, платья, сапогов, седла, уздечки, вальтрапы, сумки и нагавок. Я уже, конечно же, тут большую часть скупила. Потому что очень красиво. Вот такое искрящиеся новогоднее платье. Черные брюки. Курточка. Шапки. А, еще шапка и варежки там, по-моему, есть. Но у меня их уже не отображаются. Ботинки, почему-то, мне кажется, слишком старыми. И неподходящими. А также меня интересует еще один сет, которого я не увидела. Нам разработчики скидывали его. Что есть такой вестернский сет достаточно. Мне бы даже сказала в стиле готов или панков. Но я его не вижу в этом ларке. Возможно, его добавили в основной магазин. Потому что это как-то очень-очень странно. Так, 28 число. Мы сегодня получаем очень нам нужные 2000 шиллингов. И давайте все-таки проверим, куда же делся еще один комплект одежды. Здесь его, ну как и предполагается, нету. Может быть, здесь тоже нету. Я сейчас вам покажу картинку. Я рассказываю в данный момент вот об этом сете. И я не понимаю, куда он делся. У нас остался последний магазин. Последняя надежда. Это магазинчик около магических лошадей. Нету? Также нам добавили место для запуска фонариков и фейерверков. Ну и, конечно же, куда же без зимних салютов. Таймеры, которые вы можете наблюдать во всех основных деревеньках. Вот такая вот дощечка с таймером. По окончанию которой начнется фейерверк в зимней деревушке. Возможно, кстати, комплекта пока еще и нет. Потому что разработчики пишут, что на следующей неделе нас ждет еще целая неделя зимы до нового года. Фраза на сайте очень странная. Такое чувство, как будто бы разработчики перепутали неделю. Возможно, комплект еще и не добавили. Но это очень-очень странно. И такое чувство, что у разработчиков произошел сдвиг в обновлениях. Так как на следующей неделе они пишут, что нас ожидает еще не целая неделя веселья в зимней деревне. Которая продолжится аж до нового года. Но по факту еще неделя это уже и есть новый год. Очень странно, согласитесь. То есть в обновлении на сайте нам говорят, что праздненство продолжится еще неделю до нового года. Однако вот новый год уже через несколько дней. Это очень-очень странно. Мало того, что еще существует куча багов, которые пока не чинятся и не фиксятся. Нас как будто еще и недели ивента перепутаны. Но надеюсь, хотя бы правдой будет то, что еще неделю мы можем находиться в зимней деревне. Уже только в новом году. Надеюсь, что после обновления в среду у вас появится возможность прибегать в зимнюю деревушку. Тем, у кого сейчас это недоступно, вы сможете закупиться вещами, которые будут убирать. Конями, которых вы не сможете увидеть до следующего нового года. Да, конечно же, магические лошади никуда от нас не уезжают навсегда. А они всего лишь будут ждать нас в следующем году. Кстати, новый исландец, масти нового исландца и шара уже доступны в открытом мире, в своих мастях. Так что вот такое вот обновление. Я искренне прошу прощения и извиняюсь перед своими подписчиками и зрителями Даманного канала за свой грустный голос. За то, что просто нету капельки радости. Ну согласитесь, какая может быть капелька радости, когда у вас друзья не могут элементарно зайти в игру и их выкидывают. Хотя они просто зашли в конюшню, просто нажали на иконку шкафа и все, у них сломался аккаунт. Их постоянно выкидывают и они думают, что аккаунт забанен, сломан. Что вы даже не заходите. Однако по факту вы заходите на 3 секунды и вас выкидывают обратно. А еще более в кавычках прикольный факт, это то, что вас выкидывает и вы цепляете вслед за собой рядом стоящих людей. Я лично это проверила и вчера у нас был такой случай, что мы стояли с оклубниками на ферме Стива и нас одновременно выкинуло несколько человек. Видимо, кто-то рядом стоящий с нами тоже пытался зайти и его выкидывало. В общем-то, никакой радости в этом году. Зимние деревни, одни какие-то огорчения и даже хорошие комплекты за жетоны и за эска не дают вообще никакой щепотки счастья. Так что на этом все, обновление подошло к концу. Я надеюсь, что фикс и баг с выходом, точнее заходом в игру починят в этом году каким-нибудь резким обновлением на днях. Там может быть в ночи или поздно вечером или вообще утром днем. Не важно, чтобы игроки смогли зайти в ССО в этом году. Но если честно, я в этом очень сильно сомневаюсь. Так что на этом все и я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!